Здравствуйте! Это ЕТВ, телевидение мнений. Каждый будний вечер здесь, в этой студии, обсуждаем все, что интересно Екатеринбургу. Меня зовут Оксана Маклакова. Сегодня, когда во всем мире отмечают День детской книги и День рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, мы запускаем новую программу и предлагаем всем вам вступать в Союз читателей. Так называется наша программа. Сегодня смотрим и обсуждаем следующие темы. Детское чтение. Можно ли заменить гаджет на книгу? И как не навязывая привить ребенку любовь к чтению? Послушаем Льва Кощеева и узнаем, почему сейчас пришло самое время почитать книги о войне и открыть новые страницы истории. А также посмотрим эксклюзивное интервью с Михаилом Веллером о книгах, которые должны стать настольными у политиков и руководителей государства. Эксклюзивное интервью с одним из самых тиражных писателей, одним из самых ярких думателей современности. Так Михаил Осипович Веллер называет сам себя. Смотрите во второй половине нашей программы. Сейчас к теме нашей сегодняшней дискуссии. Так получилось, что детская литература сегодня терринкогнито. Так, во всяком случае, говорят сотрудники библиотек и для учителей, и для родителей, и как следствие для детей. Как и когда начинать прививать ребенку любовь к книге, к какой именно книге? Будем выяснять сегодня вместе с нашими гостями, но сначала предлагаю всем поучаствовать в голосовании. Опрос, как обычно, открыт у нас на сайте egburg.tv. Сегодняшний наш вопрос звучит так. Любят ли ваши дети читать? Три варианта ответов, как обычно. Да, читают все, что попадет под руку. Или нет, не заставишь. И третий вариант, читают только при крайней необходимости. Что читают ваши дети? Насколько охотно они читают? Мы ждем ваших звонков и ждем ваше мнение по телефону 376-4588. Также можно оставлять свои комментарии у нас на сайте egburg.tv. Я с удовольствием представляю гостей в нашей студии. Ольга Колпакова, писатель, председатель Уральского отделения Содружества детских писателей. Здравствуйте. Добрый вечер. Марина Ивашина, ученый секретарь муниципального объединения библиотек. Здравствуйте. Елена Квышнина, директор Екатеринбургского дома учителя. И Елизавета Соловьева, детский психолог. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот тему обозначили. Хочется, наверное, для начала узнать, как так получилось. Почему детская литература действительно стала какой-то неизвестной землей. Не для родителей, не для педагогов. Современные дети весьма неохотно читают те книги, на которых выросли мы. Однако родители, бабушки и дедушки... А других-то нет. Подождите. Я вот сейчас как мама не соглашусь. А что? Ну, Чуковский, Маршак и... Вы как мама пока имеете четырехлетнего ребенка. С главными проблемами вы познакомитесь, когда ваш ребенок подрастет. Потому что я считаю, что нет никаких проблем в семье, где есть такой малыш. Родители следят за чтением. Книги еще классические подходят. Хотя уже можно привлекать, например, такие, как Эрик Карл. Потому что эта книга как бы идеально создана. Про голодную гусеницу. Читает весь мир. Но русские дети плохо знают эту книжку. Там, где рассказывается о таинстве рождения бабочки. И в то же время есть дырочка, куда можно пальчиком прокручивать. То есть, мелкая моторика. Развивается мелкая моторика. Ребенок читает, узнает тайну. И в то же время развивает мелкую моторику. То есть, книжки вот с мелкой моторикой для малышей... Для малышей проблемы... С какого возраста проблемы начинаются? Проблемы начинаются с подросткового возраста. Вот эти дети уже даже и в начальной школе, наверное, волшебники из угробного города не станут с таким удовольствием читать, как читали наши дети. Им уже нужна... Даже, может быть, при этом сюжете нужна другая динамика, другой стиль. Это должны быть не более динамичные. Дети подросткового возраста не берутся из ниоткуда, сами по себе. Они вырастают из тех детей, которые малышами уже получили читательский опыт и или полюбили, или не полюбили. Вот у меня вопрос к вам, Елизавета. Как сделать так, чтобы ребенок не отбить у него желание, чтобы он не читал из-под палки? Тебе задали, ты должен за каникулы прочитать 33 книги. Ну, я думаю, что все начинается с раннего детства. И, конечно же, важен опыт родителей. Я думаю, известный факт. Те семьи, где родители читают, читают многое с интересом, там и дети очень часто любят читать. Это всегда все говорят. В общем, это настолько уже, я не знаю, истертый совет и довод, что, кажется, он просто не работает. Вот что-то конкретное хочется от вас. Что конкретное? Волшебную таблетку. Каждый ведь хочет волшебную таблетку от врача получить. На самом деле нет универсальных рецептов. Именно так. Дело в том, что действительно, либо родитель вместе с ребенком читает, заинтересовывает, подбирает книжку соответствующего возраста. Вот то, о чем коллега у меня говорила. Сейчас у родителей зачастую бывают амбиции, и их амбиции как раз-таки будут мешать ребенку любить книгу. В смысле, когда книжка оказывается умнее ребенка? Да, ребенку 4 года, а мама говорит, нам гуси-лебеди уже скучно читать. Мы уже будем, наверное, что-нибудь этакое из Пушкина, типа там Евгения Онегина в 4 мы будем пробовать. Конечно, ребенку не будет интересно. Это не соответствует возрасту и потребностям. Это лишь мамины амбиции. Вот отбиваем желание читать. Есть предложение современной детской литературы, российской детской литературы, вот по всем возрастам, начиная, ну вот с какого, с 3-х летнего, с 4-х летнего возраста? Вообще мы говорим о каком возрасте, с какого возраста нужно начинать ребенка знакомить с книгой? С рождения. Да, тут, в общем, это на голос, да? Вот мы пришли из роддома и начали первым делом знакомить с книгой. Нет, ну лучше еще в роддоме. Да, то есть не надо откладывать. Тем более время побольше в роддоме, чем дома, когда вернетесь. И родители, и мама часто получает первый читательский билет, уже выходя из роддома. И в подарок первые детские книжки-потешки. То есть ребенок начинает воспринимать то, что читает мать. Есть такие программы, есть такие акции? Конечно, называется материнское чтение. Это уже достаточно давно известно. Я предлагаю посмотреть графику. О том, какие книги, каких жанров предпочитают читать дети. Зрители пишут, детей нужно увлекать приключениями, например, Дюма, Атри, Мушкетера или Томом Сойером. Ну, вот тут опять, наверное, вопрос возраста. В каком возрасте? Современная литература. Мы хотели поговорить про ассортимент предложения на современном рынке детской литературы. Она предлагает вот от и до что? Для какого возраста? Что именно? Для любого возраста предлагает на любой вкус все, что желаете. Если бы лет пять назад можно было сказать, что есть проблема у нас с детской литературой, и книга не доходит до читателя, сейчас писатели на это пожаловаться не могут. То есть выходит очень много, очень разного и очень интересного. Но у меня выборка не совсем такая большая, не очень полная. Я хотела представить лауреата в премии Лыславия Петровича Крапивина. Это та премия, которая вручается в Екатеринбурге и литературный совет. Давайте покажем эти книги, покажем их телезрителю, что вы принесли с собой. Про каждую рассказывать, конечно, хочется и очень много. Книги для самого разного читателя, для конкретного какого-то ребенка подойдет. Она не подойдет, может быть, для всех детей, для всех возрастов. Совершенно верно. Но вот пишет наш зритель, приключения. Вот современные приключения. Это автор Павел Калмыков. Клад и другие полезные ископаемые. Современные детские приключения. В то же время там такой исторический материал, который будет вообще не бесполезно каждому почитать. Или вот книга, которую тот, кто не читает бумажные экземпляры, может почитать в электронном виде. То есть просто сразу скачать себе на устройство тоже лауреат премии Александра Петровича Крапивина, дочь капитана Литфорта или приключения Джейн в стране России. Кстати, действие происходит в Крыму. В этой книге написано раньше гораздо всяческих событий. Но вот этих авторов, наверное, знают уже все и было бы даже как-то непонятно, если бы мы их не представили, если бы они не участвовали у нас в премии. Это лауреаты премии Крапивина. Андрей Жевалевский, Евгений Пастернацкий. «Смерть мертвым душам». Книга о библиотеке. И такая страшно интересная книга. Насколько для детской литературы важна обложка? Насколько важно оформление книги, иллюстрации, картинки те самые? Да, важны. Вам нравится? Да. Хочется в руки же полистать и просматривать. Я думаю, что современные родители, даже которые никогда не знали, что в Якутске есть такой замечательный автор, как и Риадна Борисова, они очень интересно будут посмотреть, что там внутри, и прочитать. Тоже наш финалист. А для тех родителей, которые не знают, как сориентироваться в детской литературе, в этом году вышел совершенно замечательный навигатор. Первая часть «Живые лица». Навигатор по современной детской литературе. То есть здесь вот очень-очень много писателей о них. И вот наша Тамара Михеева, которую мы очень любим, очень гордимся. И даже расписана очень интересная библиография, сделана. Сейчас я ее долистаю. Либо о чем, либо какого возраста. То есть настолько конкретные рекомендации, которые любой родитель может просто взять и тут же начать использовать. Для удобства наших телезрителей мы несколько интерактивных ссылок. То, что до эфира Вы присылали, опять же, навигаторы в мире детской литературы. Несколько полезных сайтов. Они у нас под анонсом программы на сайте egburg.tv. Их всегда можно будет там найти, посмотреть и использовать. То есть, Елена Сергеевна, вот то, что перечисляется, вот это все богатство многообразия детской литературы, оно в школе и в школьной программе или, может быть, в программе внеклассного чтения находит свое отражение или нет? Там вот осталось все, как было десятилетиями. В школьной программе те книги, которые сейчас называла Ольга Валерьевна, конечно, пока на сегодняшний день не включены. Но с приходом нового стандарта в начальную школу мы можем сказать, что сейчас у учителя больше возможностей выбора. И в начальных классах как раз современная литература уже потихоньку включается в новые учебники. В среднем звене стандарт во всей России придет в следующем году, в пятый класс. Возможно, тогда и новые книги тоже появятся в основной программе. На сегодняшний день те учителя, которые следят за литературным процессом и за теми книгами, которые выходят, которые отмечаются премией, они, конечно, используют в своей работе на уроках внеклассного чтения, на открытых уроках чтения. Наверное, сложно сказать, что большинство педагогов знают все названные книги, однако мы стараемся делать так, чтобы педагоги узнавали. — Насколько важно, чтобы педагоги узнавали? Все-таки кто должен расширять вот этот читательский кругозор ребенка, ну, будем говорить, ребенка там младшего школьного возраста, когда он уже попадает к школьным учителям? Это должен делать учитель, это должен делать родитель, это должна делать библиотека? Кто? — Ну, наверное, это задача всех вместе, и библиотекарей, и педагога, и родителя. Но вот вы спрашивали о том, куда же девается интерес. Да, обычно интерес пропадает после начальных классов, как уже Марина Вячеславовна говорила. И, на мой взгляд, думаю, коллеги меня поддержат, может быть, кто-то поспорит, проблема возникает и в том, что обычно родители курируют своего ребенка и его чтение до конца четвертого класса. В пятом классе уже ослабевает этот контроль родительский, и считается, что ребенок уже научился читать, и он может самостоятельно сделать выбор книги. Но далеко не всегда это так. И немалый труд и для самого родителя следить за литературным процессом. Но если родители эту работу берут на себя, то, конечно, это большой плюс в развитии ребенка. Было бы замечательно, если бы это было такое содружество и родителей, и педагогов, и библиотекарей. — Нарина Вячеславовна, есть какой-то интерес со стороны родителей, со стороны педагогов? Проявляет интерес? Такому сотрудничеству, содружеству? — Мы работаем совместно с Домом учителя, и таким образом находим взаимопонимание. Вообще, чтобы узнать о том, что читать, и какие книжки есть, нужно вообще-то приходить в библиотеку. Не забывайте, что библиотеки до сих пор сохранились, они есть, и там есть читатели, и есть книги. И именно там можно узнать, какие книги сейчас самые читаемые. Именно там проходят встречи с писателями, которые и живут в Екатеринбурге, и приезжают сюда в гости. Только что закончилась неделя детской книги, и каждый день был насыщен огромными событиями. Именно вот в библиотеке ребенок находится в гуще литературной жизни. Как он иначе узнает? Это, наоборот, он может рассказать родителю. И некоторые дети и заявляют, догоняй меня. А кто должен привезти ребенка в библиотеку? Мама, школа, кто? А кто угодно может привезти. Очень хорошо, если приведут родители. Но и школы приводят там, где они заинтересованы в том, чтобы дети читали. И школьный библиотекарь, и педагог, и библиотеки детские сейчас полны читателей. Потому что только там можно узнать. Собственно говоря, уже многие ведь поняли, что интеллектуальное развитие без чтения, развитие мышления, развитие эмоциональной сферы без книги не происходит. И поэтому в библиотеку надо идти. Если кто не знает, что читать, там же можно узнать основные рейтинги, какие книги существуют, какие авторы вышли. Все абсолютно новинки. Спасибо большое. Я предлагаю подключить главного детского невролога Екатеринбурга к нашему разговору, Алексея Валентиновича Сулимова. Мы сегодня спросили у него, с какого возраста, по его мнению, нужно начинать прививать ребенку любовь к чтению. Что думают врачи, что думает невролог по этому поводу. Узнаем прямо сейчас. Что читают ваши дети, спрашиваем у телезрителей. 3, 7, 6, 4, 5, 8, 8. Звоните, рассказывайте. Когда мы говорим о привлечении его именно к следующему этапу, к самому чтению, это не просто восприятие символа, который бы ребенком принимался как за необходимое в этом возрасте. Считаю, что на сегодняшний день приоритетность чтения можем отдавать раннему школьному периоду, когда мозг ребенка формально готов к принятию этой информации. Почему? Потому что именно к 7 годам обычно формируется тот альфа-ритм, это специфические ритмы работы мозга, который определяет за состояние нашего мозга в целом. До 7 лет он существует, но там есть масса вариантов чисто возрастных. Поэтому три момента важны. Готовность мозга, готовность ребенка и желание получать информацию через чтение, ну и, наверное, само окружение. В эфире этого программа «Союз читателей». Сегодня говорим о детской литературе. Зрители подключаются к разговору в интернете, у нас на сайте игрук.тв. Что скажете о книге о половом созревании? Помните, скандал был о книгах для первоклассников? Спрашивает Степашин Олег. Должны ли быть какие-то запретные книги? Кто должен решать, что ребенку читать, а что нельзя читать? И потом, мы же знаем, что дети, у них вот так все наоборот. Они такие, как у меня бабушка говорит, поперешные создания. Если ты запретишь что-то ребенку читать, то он, скорее всего, где-то под одеялом с фонариком вот это охотнее прочитает. Мне кажется, абсурдная ситуация с запретом книг. У нас Екатеринбург прославился вообще-то на всю Россию. Именно тем, что здесь свирепствовала общественная организация, родительский комитет, во главе с господином Жабреевым. Когда врывались в книги, в библиотеки, сбрасывали книги, в книжных магазинах сбрасывали книги с полок, таким образом воспитывали как бы правильно детей. Библиотека берет на себя это. У нас звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Расскажите, что читают ваши дети? Охотно ли они читают? Сталкивались ли вы с проблемой детского чтения и нежелания читать? Алло, алло. Алло. Это меня спрашивают, нет? Да. Здравствуйте. Оксана, во-первых, я хочу сказать, что я часто ваши передачи смотрю. И в очередной раз убедилась, что самые интеллектуальные, самые интеллигентные, самые культурные люди, которые живут в нашем городе, это библиотекари и музейщики. Поэтому я вот смотрю на ваше прекрасное лицо и на прекрасное лицо ваших сегодняшних гостей. И хочу просто низко поклониться вам за то, что вы несете в себе вот ту культуру, которой когда-то славилась наша Россия. Я мама троих детей, но детки у меня уже большенькие, 35, 31 и 30 лет. Вот есть два внука. Так вот, я, знаете, просто пару слов скажу, что дети, я с удовольствием читала с ними и папа, и я, мы читали с ними книги на ночь. И они уже были большие, они уже сами читали. Но мы продолжали читать книги на ночь с ними. И, в общем, сами до такой степени этим увлекались, что иногда у нас даже с папой споры были, кто будет читать, папа или мама. Ну, я, конечно, побеждала. Я просто вот что хочу спросить. Вы знаете, очень много мы уже начали читать, когда у меня дети были, ну, такие поколоподростковые, фэнтези. Мы читали Толкиена, мы читали Нарнию. А я хочу спросить вас, читают ли сегодняшние дети, вот есть ли спрос у сегодняшних подростков ни к фэнтези, ни там каким-то таким вот приключенческому жанру, что мы, конечно, тоже они любят. А есть ли спрос на, ну, просто вот такую повесть, на какой-то, на рассказы, как это вот, пограмотнее вы, наверное, сами сформулировать можете, ну, вот просто повествовательную какую-то литературу. Есть ли спрос у современных подростков? Вообще, есть ли авторы, которые пишут в этом жанре для подростков? Вообще, кто герои вот сегодняшних книг? Потому что как-то все у нас смешалось, как в Доме Облонских, у нас все смешалось в наших понятиях о главном герое книги. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за добрые слова, за замечательный вопрос. Ну, вот инфографика в помощи нашим участникам разговора. Статистика говорит о том, что, сейчас покажут нам графику, большинство детей предпочитают все-таки приключенческие книги. И нужно ли, ну, вот идти против, я не знаю, детской природы, когда, ну, ребенку интересен закрученный сюжет, и нужно ли давать ему какие-то там повествовательные вещи? Есть ли они? Ну, я попрошу ответить на вопрос. Я бы сказала, в психологии есть понятие зоны актуального развития и ближайшего. Есть что-то, что ребенок может осилить уже сам без помощи взрослых. И это, наверное, как раз приключенческие книги. Есть какие-то книги, для понимания которых нужна помощь взрослого. Вот сказки, где 15% там было про сказки, здесь нужна помощь взрослого? Ну, если эта сказка соответствует возрасту, как правило, только для прочитать, только быть свидетелем, вместе пережить эту сказку. А если мы говорим о каких-то более сложных произведениях, наверное, действительно, вот помощь педагогов, родителей здесь будет необходима, чтобы ребенок смог понять, о чем эта книга. Ну, это, наверное, уже моя коллега расскажет. Ну, один из интересных фактов, я думаю, это то, что книга нашей екатеринбуржской писательницы Елены Ленковской «Сокровище рифейских гор» стала победителем премии «Книгуру». Это не приключенческая повесть, а произведение об Урале. Научно-популярное произведение, которое, как вы знаете, в премии «Книгуру» голосуют не только екатеринбуржские школьники, это международная премия. И то, что ребята выбрали такое произведение, говорит о том, что не только приключения их привлекают. Ну, значит, это было написано таким языком, что... Написано великолепно. Действительно, такой авантюрным стилем сделано, как приключение. Это история художественной культуры Урала. Сделано как приключение. Знаете, еще, Екатеринбуржцев, послушай, мы сегодня горожан спрашивали на улицах, как они знакомят ребенка с книгой, как они дружат ребенка и книгу. Что думает город? Узнаем прямо сейчас. С детства нужно детей приучать к чтению, потому что меня в детстве не приучали к чтению. Я книги особо не читал в своей жизни. У меня конкретно друзья, даже парни, кто читал с 6-7 лет, им всем очень нравится читать книги, даже сейчас они не смотрят телевизор. Вечер он приходит, сажу его за стол, вместе садимся. Я говорю, и начинай давай. Домашнее задание сделай, почитай. Все. Он, ой, дед, дед, не хочу, не хочу. Через запреты, наверное, потому что доступ сейчас к айпадам, к картинкам, к мультикам смотреть. Лучше, наверное, детям к чему-то. Давать им книги, которые им будут интересны, а не заставлять то, что они и хотят. Рассказывать детям то, что в книгах очень много интересного. Это новые миры, новые сказки, новые какие-то видения мира этого. Что не только там в компьютере, еще в каких-нибудь играх. Вот то, что можно осознать новый мир посредством книг. Ребенка надо мотивировать, например, за прочтение книги сделать что-то, допустим, разрешить поиграть на компьютере, купить что-нибудь. То есть должна быть мотивация. В прямом эфире этого программа «Союз читателей». Телефон нашей студии 376-4588. Расскажите, как вы научили своего ребенка читать, как вы привили ему любовь к чтению, и что в итоге он сейчас читает, насколько охотно, и как много он читает. Вот эта идея горожан мотивировать чем-то. Прочитаешь книжку, я тебе мороженку куплю, или билет в кино. Но насколько это вообще работоспособно, жизнеспособно? Ну, наверное, так тоже можно. То есть, наверное, в какой-то степени работает. Но я, например, не сторонник таких подходов. Почему? Объясните. Ну, выглядит немножко как наказание. Как наказание? Как трудная работа. Хотя на самом деле чтение – это не только труд, но это и увлечение. Это то, что может вызывать много интереса. То есть, наоборот, это должно быть наградой? Скорее. Книжка станет наградой, а не награда за... А запрешь читать, вот в нашей семье всегда было наказание. Ах, ты провинился? Значит, ты не будешь читать целый час. А сейчас я у тебя заберу гаджет наказания. Я у тебя заберу айфон, айпад, планшеты и так далее. Расскажите... В разных семьях по-разному. Новые технологии. Они скорее мешают, забирают читателя? Или они могут стать каким-то инструментом в руках библиотекаря, педагога, родителя? Это зависит от того, кто находится рядом с ребенком. Есть педагоги, родители и библиотекари, которые умеют сделать гаджет своим союзникам. А я предлагаю сейчас продемонстрировать нашим зрителям несколько ссылок на интернет-ресурсы. Что это за проект? Книжный шкаф поколения НЕКСТ, о котором вы хотели рассказать. Вместе с Домом учителя, с Еленой Сергеевной, мы делаем проект, в котором участвуют и другие города. В общем, 5 стран, 135 городов, по-моему, присоединились. 500 участников, библиотекарей, педагогов, родителей, у которых есть свои питомцы, свои читатели, дети. Мы создали такой проект, когда интернет и интернет-сервисы помогают прочитать книгу более внимательно, более вдумчиво. И создать определенные интересные цифровые продукты. Мы говорим с детьми на их языке. Существуют книги на iPad, на различных гаджетах, сделанные профессионально, это очень дорогие программы. А можно сделать простенькие продукты с помощью бесплатных сервисов. Вставляя в определенные программки, вот эти Google-сервисы, вставляя картинку и текст по книгам. И детям это очень нравится. То есть вырожить свои читательские впечатления. А вот, пожалуйста, путешествие Барона Минхаузена. На карте. Причем я понимаю, что эта карта интерактивная, можно кликать на какие-то значки, и там что-то будет появляться. Можно, например, кликнуть на значок «Россия». Где Барон Минхаузен? В Монголии. Давайте кликнем на Монголию. Что он там делал? Пожалуйста. Он там куропаток ловит. А давайте посмотрим, что он в России делал. Давайте посмотрим, что он делал в России. Что он делал в России. Сейчас нам поможет режиссер, мы посмотрим, что же он в России делал, Барон Минхаузен. Вот значок. Удивительная охота. И картинка, где он, видимо, себя за волосы вытягивал. Да, вот «Россия». Где он привязал себе колыш. Помните? Привязал себе. А если кликнуть еще, то есть кликнуть на главу. То можно и фрагменты из главы узнать. Где он привязал себе заколышек, а потом проснулся на крыше дома. Это дети сделали? Это дети сделали. То есть можно составить карту путешествия, скажем, Тома Цсойера и Гекли Берифина по Миссисипи. А можно ленту времени, где проследить хронологию какого-то события, скажем, по Жульверну. И так далее. Можно сделать книгу в 3D. Можно сделать инфографику. Можно сделать много всего. Это игра. Для ребенка это игра и в то же время выражение своих читательских впечатлений. Это большой проект, к которому присоединяется и присоединяется все больше людей. Еще не поздно. Он еще будет длиться до октября. Поэтому бегом в библиотеки и присоединяйтесь к этому проекту. И в этом участвуют школьные библиотеки. К сожалению, мне кажется, что большинство детей, если читают что-то с гаджета, то это посты в социальных сетях или какие-нибудь твиты. Ну вот такое есть впечатление, нет? Ну сложно говорить обо всех детях сразу, потому что все-таки у нас не проводится таких обширных исследований, которые давали бы нам целостную картину. Но я не могу не согласиться с Мариной Вячеславовной. В зависимости от того, кто рядом с ребенком, и ребенок себя ведет соответственно. Социальные сети могут помогать развивать интерес к чтению. Времени, к сожалению, уже не остается. Есть какой-то норматив, но вот по-вашему, сколько ребенок должен читать, я не знаю, в день, в месяц, в неделю книг? Сколько времени в день он должен проводить за книгой? Ну слово должен вообще здесь пугает. Вот какой-то норматив, наверное. Волшебные таблетки и универсального рецепта нет. Нужно исходить из личности. Здесь очень подвижные дети, активные дети. Мне очень понравился наш звонок про семейные традиции. Читайте на ночь. Насколько это полезно читать на ночь? Может это привить ребенку к чтению? Какие-то добрые традиции? Зрители пишут, Михаил Лукашкин. Что должны делать родители, чтобы воспитать в детях любовь к чтению? Какую атмосферу надо создать? Ведь личный пример лучшее, что может быть в жизни. И дома обязательно должны быть книги. Книги должны быть везде. К книгам нужно привыкнуть обращаться во всех случаях жизни. И для удовольствия, и для работы. Во всех случаях жизни. Тасянисты должны быть всегда, и читать их нужно вместе. Традиция семейного чтения прекрасная. Это самый лучший рецепт. Это та волшебная таблетка. А для родителей это отличная возможность узнать что-то новое. И прочитать книжку. Это прекрасный повод. Спасибо большое, что нашли время. Заглянули к нам в студию. Я предлагаю подводить итоги нашего голосования. На сайте мы спрашивали людей, телезрители, насколько охотно читают их дети. Любят ли их дети читать. Результаты увидим прямо сейчас. 31% ответили да. Читают. Читают все, что попадет под руку. 23% нет. Не заставишь детей читать. И 46% телезрителей ответили, что читают только при крайней необходимости. Вот такие результаты голосования. Будем надеяться, что это только начало. И результаты этого голосования будут меняться. Наш эфир продолжает еще одна литературная традиция телеканала ЕТВ. Видеоблог Льва Кощеева. Каждую неделю он рекомендует нам новую книгу. Книжные рекомендации от Льва Кощеева прямо сейчас. А сразу после интервью с Михаилом Веллером. Субтитры сделал DimaTorzok